всем привет с вами дмитрий урсул и добро пожаловать на обзор обновление logic 10.7 который вышло буквально вчера я уже успел с ним разбираться попробовать новые функции и постараюсь в этом видео в кратчайшие сроки насколько это получится рассказать о самых основных фишках давайте начнем с интерфейса как вы видите что у нас обновился интерфейс перерисовались иконки перерисовались кнопочки шрифты поменялся немножко контраст то есть какие-то меню стали там более контрастные но микши тоже цвета поменялись если мы откроем плагины поменялись кнопку включения выключения ну то есть стилистически все обновилось под уже такие недавние современные mac os начиная с биксер и сейчас скоро у нас выйдет монтерей все это обновляется apple показали презентацию объявили а более прокачанных процессорах м1 про и макс и соответственно они естественно же обновляют свои профессиональные продукты если вы помните 10.6 обновления прошлогодний было не таким каким-то особо приносящим на множество функций потому что там просто была повышена стабильность повышена сыну не повышена введена совместимость с м1 процессорами естественно то есть был удар именно на техническую подкапотную часть скажем так то сегодня в 10.7 в этом году нам уже дали очень крутые фишки которые во многом дополнять то что уже было нам дано в 10.5 это то самое глобальное обновление которое но многие я в том числе так неформально называем 11 лоджиком потому что по сути после 10.5 у нас сейчас совсем другая программа чем то что было до этого и вот 10.7 привносит очень множество полезных фич в то что у нас было до сих пор и давайте сейчас по порядку пройдемся то есть про интерфейс я вот вам сказал еще какие-то фишки возможно покажу но в целом опять же не пугайтесь все на своих местах осталось то есть это чисто визуальное такое обновление которым я думаю мы все быстро привыкнем как это уже было с предыдущим обновлением интерфейса по моему в 10.3 если не ошибаюсь когда-то тогда было тоже такой переработка интерфейса так вот и здесь у нас опять она произошла но все осталось на своих местах все менюшки все функции ничего не поменялось ничто не изменилось поэтому не переживайте вы все всегда найдете все легко легко точнее этот переход на новый дизайном всегда дается довольно быстро то есть уже через две недели работы я думаю вы увидите предыдущий дизайн станет некомфортно как во всех луч у меня это работает и так после интерфейса у нас допилили step sequencer добавили новые фишки про которые сейчас поговорю step sequencer очень крутой редактор я про него в том числе за записывал курс в рамках пятой части продвинутого курса logic pro где я собственно полностью рассмотрел новые фичи обновление 10.5 в котором step sequencer вот такой обновленный у нас впервые появился также недавно вышел 10 вышла 10 часть продвинутого курса по лоджику где я также рассказал про все возможности такие более углубленные по редактированию миди и вот те функции которые я там затрагивал у нас также частично добавились теперь и в step sequencer потому что это такой самый молодой миди редактор на сегодняшний день из тех что у нас есть если piano roll уже там у нас давно существует то step sequencer в таком виде у нас появился относительно недавно пару лет назад и давайте посмотрим что же все добавили первое что добавили это возможность записи на лету или в real-time recording что это значит это значит что когда у нас идет воспроизведение даже не обязательно ставить глобальную запись в проекте просто воспроизведение идет проекта мы выбранный паттерн можем с миди клавиатуры или с например пятки с миди пятки ну то есть любого миди контроллера записывать те или иные ноты те или иные паттерны это супер круто вы знаете какой я фанат винтажных драм-машин и вот того именно экспириенса по работе с драм-машинами и я знаю что к этому обновлению в том числе были причастны разные продюсеры такие как марк ронсон например ну то есть с ними прям велась можно сказать дискуссия кстати от них добавилось в это обновление много контента добавились кастомные драм-машины в том числе 808 добавили всякие apple loops пресеты от этих продюсеров там не только марк ронсон там довольно много имен можете также на сайте и на в описании в apple store обновление почитать так вот и видимо разработчики пообщавшись с ними и уже так внедрившись в то каков experience по работе с драм-машинами а step sequencer это именно взят и вдохновлен винтажными драм-машинами вот этот experience взаимодействие скажем так с инструментом и вот real-time от этого рекординга очень не хватало потому что именно так это работало на винтажных драм-машинок а у тебя идет некий пульс и ты в реальном времени добавляешь нужные шаги и у тебя бит в реальном времени меняется то есть это очень здорово давайте попробуем что-нибудь записать у меня здесь 16 шагов всего лишь поэтому я сейчас просто запущу воспроизведение и в нужный момент начну набивать какой-нибудь рисунок и и ну то есть такая идея вы поняли прям в момент воспроизведения я в реальном времени набрасывал какие-то партии они здесь сразу отображаются причем если звуков каких-то не было в списке они тут же появляются ну или ноты я здесь использую драм-машину logic и здесь есть свои преимущества и давайте посмотрим какие здесь появились новые функции в связи с вот этой life recording у нас появилась функция собственно life recording options где она стоит по умолчанию галочки velocity not length и quantize что это означает это означает что logic будет автоматически комментизировать velocity квантизировать длину нот и квантизировать собственно расположение этих нот то есть у нас такая максимальная по умолчанию машинное восприятие того что мы вводим но если мы хотим все-таки добавить живости и записать наш лук с такой некой какой-то неточностью то мы просто убираем эти галочки и у нас будет записываться и разница velocity с той который мы нажимали на пятки ли на клавиши у нас будет длительность но записываться то есть какие-то ноты будут длиннее какие-то короче сейчас видите они четко все равны 16 а если я а я например мог держать чуть дольше то есть я мог нажать 16 но не прям ровно 16 немножко зайти нас на соседнюю и вот в режиме когда галочка стоит у меня это обрубилась автоматически а так бы у меня как был облигата уже на следующую 16 то есть опять же с барабанами это наверное не очень хорошо но например вы можете прописывать какие-то басовые партии также в степ секенсере и когда вам нужно вот это легатную ноту какую-то долгу подержать удобно будет наверное эту галочку отключить вот здесь not line и то же самое касается квантайза то есть по умолчанию еще все стоит ровно прям четко по сетке но вы помните что у нас здесь среди значений для каждой из ячейки есть такой параметр как стартов сет то есть когда у нас вроде бы ячейка стоит ровно по 16 но внутри этой ячейки у нас может быть запаздывание по воспроизведению то есть у нас может быть чуть чуть как будто какая-то нота позже начинается и вот как раз за счет этого стартов сет у нас записывается вот эту человечность нашей игры потому что мы никогда не попадем четко в сетку мы все равно будем либо чуть раньше либо чуть позже и вот это чуть-чуть она будет записано вот в этих процентах здесь вот в этом старт of set если вы хотите еще раз повторюсь вот эту очеловечению сохранить просто убирайте галочки записывайте ваш паттерн он чисто визуально будет выглядеть ровным вот таким чуть четеньким но если уже лезть дальше под капот то мы увидим что там есть некое очеловечивание то есть это тоже такая важная вещь далее здесь если посмотреть меню functions добавились возможности по очистке разных линий либо всего паттерна в целом то есть нас можно теперь отдельно очищать разные параметры автоматизацию можно теперь чистить отдельно то есть у нас здесь на каком-то из ряду прописана автоматизация то есть можно здесь тоже взять и почистить ну то есть довольно много фишек также рандом айс не забываем то есть можно всегда рандомизировать например какие-либо из значений автоматизацию или гейт или вот это лига то это или тот самый стартов сет или velocity самый часто применим эту сейчас у нас velocity например везде одинаково давайте переключимся потому что у меня квантайз автоматически произошел от видите но сейчас мы можем это все дело поправить сделать рандом айс и сделать velocity и вот для всего паттерна причем не только для активных нот но и для тех которые у нас еще не включены там увидим вот они серым ну скажем таки тут тусклым цветом показаны там тоже произошел рандом айс и если их включу в какой-то момент то этот рандом айс у меня здесь станет активным то есть довольно полезные функции и также давайте еще рассмотрим замечательный замечательную функцию называется midi in я также про нее рассказывал в десятой части продвинутого курса по logic раньше она была доступна у нас только в piano roll для тех кто не в курсе эта функция позволяет нам в пошаговом режиме то есть без привязки к темпу и не в реальном времени воспроизведения вводить нотную информацию в нужные места то есть я вот ставлю у меня такой есть красный как маркер куда мы вводим информацию я сейчас могу поставить сюда вот он стоит и очень важный момент у нас здесь есть моно мод и обычный полифонический мод канал с полифонический мод ту ноту которую я ввожу она вводится независимо от того что у меня уже есть паттерне то есть сейчас у меня этот режим отключен я например могу взять допустим хай-хэт захочу ввести допустим вот у меня автоматически перескочил сюда параметр и вот я нажал просто клавишу и у меня в том месте где стояла выделение записалась нота теперь я стрелочками на клавиатуре могу сдвинуть сюда записать сюда записать и так по 16 могу прописать просто step input в нужное место прописать нужную ноту то есть такая комбинация между миди контроллером и клавиатурой либо мышкой чтобы вводить информацию но у нас здесь есть также скажу так монофонический мод когда мы в момент введения стираем все то что было до этого то есть если я сейчас у меня стоит фокус здесь и я нажимаю например любую клавишу ну тот же хай-хэт например вот у меня прописался хай-хэт на все остальное удалилось то есть если вы хотите прям с нуля написать паттерн то есть у вас уже что то есть но вы хотите прям с функцию моно входа то есть он просто стирает все что было до этого и прописывать в реальном времени на нужные шаги сразу несколько партий то есть но опять же вы можете только один звук за прописывать и он будет стирать все что у вас есть поэтому очень важный момент лучше убрать вот это выделение если вы хотите сохранить остальные партии и работать только над какой-то конкретной партии например хай-хэта давайте вернем все как было до ввода и какие у нас еще есть полезные фичи здесь у нас очень классная фича появилась по пост квантайзу по ладу то есть по гамме раньше опять же эта функция была доступна только в piano roll сейчас она доступна и здесь как это работает ну вот на примере бочки я сейчас использую лоджиковские барабаны и здесь есть функция такая что у каждой ноты есть свой рут ноут то есть своя тональность и вот здесь мы видим что-то эта бочка она по умолчанию нас прописано в фа диезе так давайте сейчас я открою гейт потому что у нас здесь по ходу дела гейт какой-то стоит очень короткий из-за рандомайза сбился вернемся к ноте так и давайте велосипед тоже включим поставим на максим до маленький велосипед просто состоял сейчас это звучит так и давайте переключимся обратно в ноту я могу сделать что у меня вот первая нота фа диез следующий могу сделать для например это могу сделать прям и я получается как такая мелодия бочки здесь прописаны ноты конкретные так вот здесь у меня сейчас ну по сути такой получается фа диез тональность судя по нотам я могу взять и включить уже постфактум талант спирт до и поставить интер минор и вот у меня ноты привязались к ближайшим нотам гаммы до минор то есть у меня но опять же до это конечно очень далеко от фа диеза поэтому здесь мелодия уже такой явно не будет но все равно это помогает многим кто не все лады еще успел выучить не все изучить помогает вот так работать с нотами то есть постфактум опять же и еще раз напоминаю что это не только с барабанами работает мы степп секвенсер можем использовать и для мелодических партий и вот эта функция довольно полезно такой квантайз и всегда его можно кстати вернуть обратно то есть я просто ставлю off и у нас квантайз возвращается к исходным нотам которые я в ручном режиме здесь вводил то есть очень классные функции уверен будут полезные во многом они конечно облегчают задачу дальше что у нас еще появилось какие возможности у нас появилась у нас была возможность конвертировать любой паттерн регион в миди регион мы это знаем но теперь прикол в том что можно обратно миди регион перевернуть в паттерн регион раньше этого не было теперь я могу сделать паттерн регион единственный нюанс что у вас тогда должно быть не больше четырех тактов что видите у меня был скажем так однотактовый паттерн который четыре раза повторялся но теперь так как у меня миди превратилась в четыре такта это при обратной конвертации он воспринимает это как уже 64 степа как такие независимые такты и собственно по линейкам оставляет только те которые были использованы в миди файле тоже очень важный нюанс то есть вы не получите прямо один в один такой же паттерн который было изначально при переводе в миди вы получите в таком виде но вы могли записать изначально миди в пиано роли потом вдруг захотеть воспользоваться какими-то фишками из степ секенсера и теперь у вас такая возможность есть то есть это супер это очень круто раньше такой возможности не было к сожалению но сейчас она есть просто иметь ввиду что не больше четырех тактов потому что степ секенсер ограничено 64 шагами по умолчанию вот так что имейте это в виду и дальше какие у нас полезные функции появились у нас появились горячие клавиши полигата то есть можно нажать команд option и у вас можно любую ноту делать длиннее раньше этого не было такой возможности нужно было обязательно заходить в параметр той и только здесь делать вот такие легаты то есть сейчас можно обойтись без этого просто перейти в обычный режим velocity и с помощью команд и option зажитых менять параметр и с помощью option shift можно менять вот эти параметры которые нас выбраны в данном случае velocity мы можем менять скажем так таким очень плавным графическим образом то есть вот у меня первая нота 100 допустим дать поставим ниже и последний у меня например там 127 и вот сейчас зажимая option shift вот видите я тяну как бы то есть я держу их и когда вот здесь вот на текущем шаге я поднимаю вверх или вниз у меня предыдущие шаги соответственно как бы примагничиваются и более плавно поднимаются начиная от самой первого самого первого значения то есть я первое 37 и вот на выбранные 127 сделал и соответственно вот все предыдущие точнее между ними стоящие ячейки у меня плавно как такой ramp поднимаются по значениям это может быть и последняя не обязательно первое это может быть последнее то есть у нас соответственно здесь это работает то есть вот так то есть очень важно протянуть от первого значения до последнего этот параметр и зажав option shift вы можете вот так вот рампа образно сделать такой некое нарастание то есть это очень здорово для всяких крещендо diminuendo и так далее то есть очень классные фичи которые тоже позволяют такие две горячие клавиши у нас добавились и также если у нас паттерн регион находится на общем треке то есть на таком самим трек стеки как в случае вот барабанов мультиканальных мы всегда можем с помощью конверт появился новый пункт здесь есть separate pattern region by kit pieces то есть теперь это доступно опять же вот для таких драм-машин давайте сделаем и вот на каждую использованную ячейку у нас переместились вот те или иные паттерны в котором естественно нас присутствует только одна линия и присутствие только для конкретного инструмента то есть кому так удобнее работать когда у нас только на у одного инструмента конкретный регион вот можете так работать ну я знаю просто аранжировочно некоторым так проще например видно где более загруженная часть пойду по элементам где менее загружены потому что по вот такому общему паттерну не всегда это понятно когда вас просто на одной дорожке там куча регионов это не так понятно чем когда вы здесь видите наглядно что у вас здесь больше инструментов задействовано там меньше то есть для тех кто так привык работать очень полезные фичи ну что ж это были такие самые важные нововведения в именно степ секенсер и вот работу с паттернами очень здорово давайте рассмотрим следующее нововведение довольно долго ожидаемое скажем так долгожданное это то что у нас теперь у меди каналов появился новый пункт в инспекторе трек под названием midi import это просто супер нововведения просто был дико счастлив узнать что они наконец-то это сделали в чем фича прикол в том что у вас может быть подключено несколько midi девайсов и мне кстати постоянно приходит такие вопросы и до сих пор приходили теперь я буду отвечать просто обновитесь до новой версии logic как сделать так если у вас например две меди клавиатуры но вы на при хотите с кем-то поджимовать его к вам приходит музыкант другой у вас есть две меди клавиатуры у вас есть два звука в лоджике один например играет какие-то молиды и другой какие-то pdd звук и вы хотите чтобы один человек играл лиды а другой человек сидел играл pd все это в одном проекте с двух разных меди клавиатур раньше это было сделать очень дико сложно нужно было настраивать разные midi channel и причем настраивать еще на midi клавиатурах чтобы они выдавали разные midi channel а это не на всех клавиатурах довольно легко делается и понятно то есть у многих возникали вопросы сложности можно было лезть конечно под капот проекта в какой-нибудь там MIDI environment, и там редактировать работу, ну, опять же, довольно очень неудобно редактировать работу MIDI-девайсов, то есть, ну, это все очень такие костыли неудобные. Теперь все гораздо проще, у нас просто есть MIDI-порт на конкретном канале, и мы можем выбрать, что вот сейчас по умолчанию, естественно, как и до этого у нас работало ALL, то есть в чем была проблема, что у нас с обеих MIDI-клавиатур шел сигнал на оба трека, то есть, ну, или там сколько мы выбрали, то есть и если двое человек хотели играть, они одновременно играли на двух треках, на двух звуках, это дико неудобно, дико было ну, непрактично. Теперь я могу для этого трека, например, выбрать одну клавиатуру какую-то, да, которая у меня есть из MIDI-девайсов, а для другого трека выбрать совершенно другую клавиатуру, причем еще и настроить дополнительные каналы, если мне нужно, то есть полная гибкость, и теперь можно вдвоем, втроем, в пятером, в зависимости от того, как у вас устроена студия, сколько у вас MIDI-девайсов подключено к Mac'у и к Logic'у, вы можете просто целые джемсейшн устраивать в рамках одного проекта, это просто, просто супер, не знаю даже, как-то еще какие эпитеты к этому придумать, потому что, ну, на самом деле лично мне это прям вот очень зашло, я долго ждал этой функции, непонятно, почему она не появилась раньше, абсолютно стандартный вариант, но вот, к сожалению, разработчики дошли до нее только сейчас, лучше поздно, чем никогда. И по поводу MIDI, у нас в закладке Preferences MIDI появилась функция MIDI 2.0, то есть вы можете включить этот режим, и тогда Logic просканирует все ваши MIDI-девайсы на наличие среди них тех, кто поддерживает собственно, вот этот новый стандарт 2.0, он еще пока не повсеместно распространенный, очень многие MIDI-девайсы до сих пор у нас на руках, которые находятся, они еще по старому формату 80-х годов работают, но уже все больше и больше на рынке появляется новых гаджетов, которые работают именно с MIDI 2.0, а там я напомню, я про это рассказывал, и в интернете можете найти информацию, там огромный список преимуществ, но самое главное, это то, что теперь у нас по одному кабелю происходит в обе стороны движения MIDI-сигнала, то есть просто подключаем MIDI-кабелем, и у нас и в ту сторону, и в обратную у нас идет по одному и тому же MIDI-кабель, то есть не надо теперь два кабеля подключать MIDI-in, MIDI-out, и наоборот, то есть это стало проще, и также еще всякие фичи, типа, что инструменты сами между собой обмениваются всякими синхронизирующими данными, или данными, кто кому подчиняется из устройств и так далее, то есть очень много фич классных, можете почитать, и вот если у вас есть такие устройства, можете поставить здесь галочку MIDI 2.0, и тогда у вас Logic будет воспринимать общение с этими инструментами именно по протоколу 2.0, потому что, как вы знаете, инструменты MIDI 2.0, которые уже поддерживают, они обратно совместимы, то есть они могут работать и как MIDI-1 старого формата, но у них, как я уже сказал, есть преимущество, поэтому если у вас есть такой девайс, то имеет смысл здесь галочку поставить, чтобы Logic тоже понимал это преимущество. Вот, это что касается MIDI 2.0. С каждым обновлением Sequencer Logic Pro обрастает все большим количеством функций, меню и инструментов. А вы до сих пор не можете понять, как все это выучить, и самое главное, как использовать на практике? Никаких проблем! Я подготовил для вас максимально подробный видеокурс, состоящий из нескольких частей, в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора Logic Pro в теории и на практике. Каждая часть продвинутого курса Logic Pro это отдельный мини-курс, поэтому можно смотреть в любом удобном порядке. Ну а после просмотра всех частей курса, вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем Logic Pro, а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. Теперь у нас на сладкое осталась еще одна фича, такая самая главная. Это Dolby Atmos, который теперь интегрирован в Logic. И прежде чем мы посмотрим его на практике, как вообще все это работает, давайте посмотрим, ну немножко такой ликбез, что вообще такое Dolby Atmos. По сути, это все взято из мультиканальных систем, которые у нас в кинотеатрах используются, или там на студиях специальных, да. Ну в основном, конечно, изначально появилось все в кинотеатрах, когда вы сидите и вокруг вас такой спейшл звук, да, что-то сзади звучит, что-то спереди, что-то сверху, что-то там из-за спины, из-за угла и так далее. То есть, так называемые системы разные. У меня здесь есть несколько картинок. Есть 5.1 система, она такая более простая. Здесь качество, к сожалению, не очень такое четкое, но думаю, что вы поймете, что к чему. То есть у нас есть первый, это где сидит, собственно, слушатель. Вот цифрами 2 обозначены обычные левые и правые колонки, к которым мы привыкли в стерео. Также у нас появляется третий канал, такой, чтобы, скажем так, усилить фантомный центр, потому что теперь у нас очень много источников, и вот тот фантомный центр, который у нас в обычном стерео возникает, как же такой псевдо-фантом, да, тот псевдо-центр, к которому мы привыкли, как будто у нас звук звучит между мониторами, здесь еще усиливается дополнительной колонкой, которая у нас звучит именно как центральный канал, который нам прям непосредственно бьет в лицо. То есть у нас фантомный центр теперь может быть независимый, то есть он не обязан быть комбинацией того, что у нас приходит влево и вправо. То есть теперь у нас левый независимый динамик, Незамесимый, а если мы что-то хотим Чтобы строго звучало посередине Она у нас остается вот здесь Посередине специальным отдельным каналом Также, естественно, есть сабвуфер для всяких Низких звуков, для низкочастотных Взрывов и так далее, то есть это именно сигнал Четвертый, который именно Настроен на какие-то очень низкие звуки То есть туда нет смысла отправлять какие-то Высокочастотные звуки, это именно сабвуфер И далее у нас есть Задние колонки То есть вот Left and right surround speakers, так они называются Вот они, и шесть у нас еще есть Left and right top middle overhead speakers То есть это колонки, которые вот здесь Вот прям видно, висят над слушателем И эта система называется 5.1.2 Вот эта двойка, она как раз за счет Вот этих двух спикеров, которые сверху висят То есть если вы убираете вот эти верхние потолочные Спикеры, то у вас просто система 5.1 Которую мы все знаем, 5.1, 7.1 Есть разные, и вот эти вот как раз форматы Двоечки после точки, они показывают Дополнительные потолочные Колонки, скажем так Давайте посмотрим систему 7.1.2 Тоже такая есть Тут все то же самое, только у нас еще добавляется Четкое лево и четкое право То есть если здесь у нас по факту под углом То есть у нас, скажем так, центр лево Ну где-то между, да, между центром и левым Наши обычные привычные стерео колонки То здесь у нас прям четко лево, прям как в наушниках Вот у вас левый сигнал бьет только в левое ухо И правый сигнал бьет только в правое ухо То есть добавились вот еще две напольные колонки Вот они здесь показаны Это называется система 7.1 То есть у нас вот 7 колонок и один сабвуфер То есть получается таким образом Это называется 7.1 А вот эта 2, двойка, это тоже потому что у нас также еще присутствуют верхние вот эти колонки Которые у нас слева и справа от слушателя Так вот, у нас еще есть система 7.1.4 Так называемый вот этот Atmos Speaker В котором у нас как раз еще появляется задний верхний колонок То есть у нас мало того, что есть нижний задний, еще верхний задний То есть у нас получается такой практически 360 градусов звука вокруг человека Причем это уже такой, скажем, не круг вокруг человека А шар, потому что у нас еще появляются потолочные спикеры И получается реально прям можно такой шар очертить Воздействие звука со всех сторон, сверху, снизу Ну сбоку точнее Ну и в принципе снизу, если брать сабвуфер То есть получается прям человек сидит в таком просто пузыре из звука И это считается самая прям такая погружающая система 7.1.4 И вот Dolby Atmos как раз работает с этой системой по умолчанию Там в кинотеатрах и так далее Но так как у нас теперь недавно появилось так называемые бинуруальные всякие фичи То есть когда мы в наушниках, у нас всего левое и только правое ухо За счет всяких специальных бинуруальных эффектов Там всяких фазовых вычетов, переворотов У нас возможно добиться такого эффекта, что как будто у нас в наушниках Напомню, наушники это всего лишь левый и правый спикер То есть если брать эту схему Это по сути только вот эта колонка и вот эта Которую мы просто себе на голову надеваем Так работают специальные алгоритмы Которые как бы имитируют работу вот этих всех остальных колонок Которых у нас по сути в наушниках нет И Apple в том числе подхватили эту инновацию, скажем так, или разработку Внедрили к себе в Apple Music Вы наверняка уже слышали про новость, что там год назад, по-моему, уже появилась функция Dolby Atmos Или полгода назад Которая как раз в специальных наушниках AirPods Pro И второго поколения, и сейчас уже третьего поколения С помощью опять же вот этого программного такого некого кодека Как бы модулирует вот эту комнату То есть сейчас, вы знаете, последние годы появилась куча вот этих бинуруальных программ, плагинов Я сам про них очень много рассказывал Это и у NX от Waves Это Real Fonts, которые имитируют, как будто вы сидите в реальной комнате И так далее То есть все вот эти плагины, они вот как раз работают плюс-минус на вот таких схожих алгоритмах По тибажу воздействия То есть когда у нас просто есть наушники на голове Но мы как будто сидим в неком пространстве, помещении В котором со всех сторон приходят какие-то звуки Спереди, сзади, сверху, снизу То есть это психоакустически достигается с помощью специальных фишек И по сути на двух мониторах мы слышим то, что мы можем слышать на вот в данном случае 7.1.4 То есть у нас 7 нижних и еще 4 верхних устройства То есть довольно много, большое количество И Apple ввели эту систему у себя в Apple Music И теперь, так как Logic тоже программа из огромной экосистемы Apple Естественно, они добавили, так как мы создаем музыку именно в этой программе Чтобы мы могли для Apple Music делать мастеры специальные отдельные миксы Вот в этой системе Dolby Atmos Но при этом, естественно, все работы, как работали на стерео Никто сейчас не побежит покупать колонки дополнительные Чтобы себе студию обвешать там 7.1 И превратить свою обычную студию звуко-режиссерскую В создание киношных саундтреков и так далее И звуков То есть все прекрасно понимают, что индустрия не так быстро не переоденется Да и не всем это нужно Поэтому, собственно, этот алгоритм Dolby Atmos Интегрировали в Logic И сейчас на отдельном проекте я вам покажу Как это выглядит именно в Logic Пользуясь моментом, скажу, что когда мы создаем новый проект Мы теперь можем создавать, когда у нас открывается выбор темплейтов У нас здесь есть демо-проекты Новые версии появились Также от Lil Nessa появился трек Montero Который можно открыть и посмотреть, как он работает И также появилась его Special Audio версия И здесь также отдельно, вот в Demo Projects Есть Special Audio Demo Grid Который показывает возможности Special Audio Давайте его сейчас откроем Ну это обычный просто проект, основанный на Live Loops В котором все вот эти партии, вы видите здесь по панораме Что они как раз здесь у нас поддерживают Surround Effect Давайте откроем Mixion, чтобы понять вообще Я сейчас постараюсь прям очень так вкратце рассказать вообще, что к чему Кстати, вот здесь хорошо висит напоминание Если вы сейчас вдруг смотрите с телефона Или смотрите просто так где-нибудь Видео, то лучше поставьте на паузу И потом, когда дойдете до компьютера с наушниками хорошими Потом продолжите смотреть Потому что нет смысла сейчас это слушать и смотреть Без наушников на голове Потому что это работает именно в наушниках И адаптируется именно под них То есть как это работает У нас, скажем так, вот этот вот Surround Format С помощью специального плагина, который называется Atmos Который автоматически у нас встает на мастер-канал У нас интегрируется вот мониторинг формат в бинуральный Конечно же, если у вас есть студия с доступом к 7.1.4 То есть у вас те самые схемы, которые я показывал на картинках Вы, конечно, можете всегда переключить в этот режим И у вас все будет работать как оно есть Напомню, для тех, кто не в курсе У нас есть Preferences Audio Здесь у нас есть параметры I.O. Assignments Где мы, собственно, можем для, например, 7.1.4 Выбрать, что у нас куда отправляется То есть если у вас есть реальная система 7.1.4 Прямо столько, такое количество колонок И все развешено То вот здесь, ну, соответственно, вам понадобится такой же интерфейс В котором есть много выходов Вы можете указать, что у вас куда идет То есть у нас здесь есть левый, правый канал Центр, сабвуфер, это LFA, это есть сабвуфер Mid, Airmid, потом у нас Surround, это то, что сзади И топы, это те самые потолочные у нас вот эти вот колонки Которые у нас здесь есть То есть в формате 7.1.4 И вы можете вот здесь это выбрать и включить Но, так как у нас у всех, скорее всего, стерео Мы работаем на стерео То вот этот, скажем так, Surround Mix Мы можем собрать с помощью бинурального режима Это тот самый алгоритм, про который я только что рассказывал Что он генерирует и нас как бы обманывает психоакустически И мы как будто сидим вот в этом виртуальном пространстве Это он и есть И вот этот плагин вешается в конце И мы здесь видим, что у нас, скажем так, каналы Теперь разделились на две категории У нас есть так называемый Surround То есть это классический Surround Он так и выглядит То есть вот у нас здесь есть разные мониторы Есть центральные, есть боковые и так далее У нас здесь есть отдельный уровень Вот этого самого центрального монитора Вот этот, который у нас сюда подходит Есть уровень сабвуфера вот здесь И мы можем наш сигнал так или иначе размещать Где-то вот в этом нашем поле Но здесь именно пока что горизонтально Здесь есть еще и сферическая система Когда мы можем еще и с верхними колонками взаимодействовать И так далее И у нас еще есть режим так называемых 3D-объектов 3D-объекты появились как раз благодаря Dolby Atmos Вообще раньше Dolby Atmos была отдельной программой Куда люди переводили свои миксы именно через специальную программу И там придавали статус тем или иным дорожкам Как 3D-объекты То есть в чем разница? Разница в том, что Dolby Atmos как бы подключает к себе треки напрямую То есть вот видите, когда видите вот такое квадратное отображение То есть вот мы здесь просто правой кнопкой кликаем И мы можем выбрать просто обычный бинуральный панер Либо можем 3D-объект панер отдельный Это по сути то же самое, только немножко по-другому работает Потому что у нас здесь панорама работает чуть иначе У нас здесь есть вот собственно вот этот вертикальный вид Между нашими вот этими мониторами, которые у нас есть вот на полу, которые стоят И вот тем самым верхним и уровнем слуха То есть у нас есть верхний, который на потолке висит, мониторы И уровень слуха тех, что стоят собственно на уровне слуха И мы можем между ними тоже баланс редактировать То есть это по сути такое переосмысление работы со Special Audio То есть немножко по-своему С Surround точнее форматом я оговорился Так вот, 3D-объект панер, в чем его сущность Это то, что каждому треку, который мы отсылаем Точнее превращаем вот в этот 3D-объект Вот здесь переключив Мы можем любой вот Surround канал переключить Также в 3D-объект панер Он напрямую подключается То есть со своего выхода канала вот этого трека У нас напрямую подключается к плагину Atmos И вот здесь мы видим, что у нас есть список 3D-объект Которые у нас отдельно, прям специально на этот плагин поступают вот эти дорожки Но прикол в том, что у нас Dolby Atmos ограничен всего лишь 118 объектами То есть он так работает, у него все 128 каналов у Dolby Atmos И 10 каналов из 128 сразу отдаются под Surround То есть у нас есть в лоджике Surround Вот мы видим, что у нас есть много здесь элементов, которые Surround в формате И вот этот Surround лоджиковский, он зарезервирован первые 10 каналов у Dolby Atmos То есть это по умолчанию Вот, и вот мы их используем А все остальное, что у нас остается 118 объектов Мы можем использовать для непосредственно 3D-объектов Так вот, эти 3D-объекты подключаются напрямую к Dolby Atmos Причем в чем прикол, если у нас перед Dolby Atmos стоят какие-то плагины То они будут работать только с теми элементами, которые у нас идут в классический режим Surround То есть у нас есть, скажем так, треки Surround треки и есть 3D-object треки Это как два разных типа трека 3D-object подключается напрямую к плагину Он причем может стоять где-то здесь, здесь и так далее А Surround, они идут просто как обычно по проекту И поступают на наш выходной Surround-канал И как это использовать, вы можете решать сами То есть здесь нет прям каких-то суперотличий Разница только в работе с панорамой То есть если 3D-объект у него такое отображение в формате Dolby То есть в стандарте, точнее, Dolby Когда у нас есть режим работы Ну то есть немножко просто по-другому переосмыслена работа с звуком То есть здесь у нас уже нет привязки к динамикам Вот, наверное, так будет правильно объяснить То есть когда у нас 3D-объекты, у нас есть привязка Просто относительно слушателей Нам не важно, в какой динамик это пойдет В левый, в правый, в нижний, в верхний То есть у нас есть, что мы хотим левее, правее, сзади, ближе А здесь мы указываем, насколько мы хотим, чтобы на уровне слуха было Или откуда-то с потолка на слушателе дуло этот звук И все, и больше нас ничего не интересует Вот этот Dolby Atmos, он сам преобразовывает это в нужные каналы А Surround-формат, это более старый вариант, который уже много лет существует Там как бы звукорежиссер сам принимает решение, на какой конкретный динамик будет подаваться сигнал То есть вот и вся разница между Dolby Atmos и Surround-форматом Но если в таком бытовом виде рассуждать То есть в Surround-формате у нас мы, как звукорежиссер, решаем, что вот этот звук я хочу, чтобы звучал у меня из левой колонки и сабвуфера А вот этот звук хочу, чтобы звучал сзади Все, то есть у меня других вариантов нет А в Dolby Atmos за нас это решает сам плагин А мы просто как бы, как обыватели, говорим, что ну хочу повыше и подальше Хочу там пониже и левее Все, то есть А все остальное делает сам Dolby Atmos и сам решает так Но если слушатель хочет, чтобы было повыше и подальше Значит я отправлю там в третью, в пятую, в четвертую колонки И чуть-чуть звук отправлю в сабвуфер, например Ну то есть уже, это опять же, если таким вот бытовым языком выражаться И очень упрощенным То есть я просто стараюсь это понимание донести Потому что я знаю для многих Surround-формат, я сам с ним особо не работал Но я знаю, что для многих это прям головная боль До конца мало кто понимает, зачем это нужно Но вот так это работает И с помощью этого плагина Atmos мы теперь можем слушать в бинуральном режиме То есть мы слушаем наш микс как стерео Но он работает как бы с помощью этой психоакустической обманки Как будто мы сидим в комнате, где реально там 10 колонок висит Часть из них на потолке, часть на полу И мы сидим и кайфуем от звука И давайте теперь, собственно, послушаем, как это работает Я выберу любой тут Live Loop, где больше элементов, например То есть вот можно послушать по многим звукам Вот, например, даже вот этой лиды Вот прям видно, что конкретно эта дорожка Она вообще не отправляется в центральный канал Она у нас просто путешествует по окружающим колонкам Кстати, здесь их можно, если что, отключать, включать Если вдруг хочется, чтобы куда-то не шел сигнал Точно вы можете всегда их замьютировать, эти колонки И у вас этот сигнал не будет точно идти в этот канал То есть еще раз напомню про этот подход Что здесь мы решаем, в какую колонку конкретную пойдет наш сигнал А вот если мы возьмем, например, какой-нибудь 3D-объект Вот, например, вот этот Так, здесь у нас его, к сожалению, нет Давайте посмотрим, что у нас здесь играет Ну вот, например То есть мы тоже слышим, как он путешествует Просто сами параметры здесь вводятся по-другому Не от колонок, не завися от колонок А завися от того, как мы хотим Чтобы этот объект распространялся относительно слушателя То есть мы видим, что он путешествует И лево-право-вперед-назад Еще и по вертикали путешествует То есть здесь прописана автоматизация Специально разработчиками Logic Чтобы вы прям наглядно понимали Что можно делать вообще вот с этими 3D-объектами И если я сейчас открою Atmos-плагин То нам этот объект вот тоже будет показывать Ну, то есть я думаю, вам понятная идея Еще раз, чтобы прям точно вам это отложилось в голову Вот этот формат 3D-объекта и Dolby Atmos Вообще такой, скажем так, обновленный стандарт Он сделан таким более прикладным Потому что мы оперируем не колонками Куда отправляется сигнал Как это было раньше привычно звукорежиссерами А мы уже на таком более творческом уровне Оперируем, с какой стороны мы хотим слышать сигнал То есть здесь у нас во главе угла стоит человек, слушатель И мы просто, скажем так, абстрактными терминами Говорим, что я хочу, чтобы он шел сверху Откуда-то сзади И откуда-то там, не знаю, снизу, например Или там, ну, на моем уровне Или там, с потолка шел То есть вот мы задаем вот эти параметры А Dolby Atmos сам у себя под капотом понимает Куда, в какую колонку нам это отправить А в Surround формате мы должны быть такими технарями Звукорежиссерами И у нас там нет прям такого понятия Что вот это я хочу повыше, вот это хочу подальше А у нас есть принимание Вот это я хочу, чтобы шло в левую колонку номер 1 Это в колонку номер 5 там и так далее То есть в Surround формате классическом Мы более такие вот должны мыслить как колонки То есть мы должны мыслить как вот наш сет расставлен в студии Или в комнате прослушивания А в случае с 3D объектами мы больше мыслим как творцы, художники Что мы хотим выше, ниже и так далее Но сам Dolby Atmos потом все равно все это приводит в тот вид Что мы и Surround треки и 3D объекты в бинуральном, еще раз повторюсь, в бинуральном режиме Слышим как будто бы у нас реально вокруг нас все летает Хотя напомню, у нас сейчас на головах надеты всего лишь два динамика Слева и справа на наушниках И AirPods та же самая история Или AirPods Max та же самая история У нас там всего два динамика И никаких вот этих 10 там динамиков у нас по факту нет Но они как бы моделируются за счет специальных фазовых и других штук То есть я надеюсь, что это было понятно Обязательно пишите в комментариях к видео, если что-то было непонятно Я думаю, что в будущем я обязательно сниму какой-нибудь курс Именно просведение вот в таком бинуральном режиме для Apple Music Но об этом позже Надо сейчас пока попривыкать ко всем этим фишкам Их поприменять на практике И как мы видим, кстати, метринг здесь также обновился У вот этого Surround канала Потому что вот эта верхняя шкала Она как раз отвечает за уровень сигнала в верхних мониторах То есть тех самых, которые у нас висят на потолке То есть это тоже важно помнить Как это у нас работает То есть напомню еще раз Что у нас есть верхние колонки и нижние колонки Вот они И у нас отдельно уровни здесь показываются Для, собственно, верхнего ряда колонок И для нижнего ряда колонок Еще очень важный момент То есть у нас в каждом формате проекта Есть свой вариант работы со Surround форматом Скажем так Давайте зайдем в настройки Audio И вот здесь у нас есть Dolby Atmos Включен То есть как Spatial Audio Это как алгоритм Как только вы его включаете У вас автоматически на мастер встает Atmos Вот этот плагин И все треки перемещаются на Surround канал То есть это по умолчанию Вы не сможете с этим справиться Еще очень важное замечание Техническое Оно просто к сведению Вообще Dolby Atmos работает с форматом 48 и 96 кГц То есть он не работает с 44 И не работает с 88 и так далее Поэтому, когда мы переключаемся в Dolby Atmos Внутри Dolby Atmos по сути происходит Конвертирование в 48 Понятное дело, что это качественное конвертирование Оно ни на что особо не влияет Но разработчики советуют Либо работать с 48 Либо если у вас с 44, ничего страшного Но желательно, чтобы Dolby Atmos хорошо работал В Preferences ставить побольше буфер У меня сейчас стоит 256 Это так немножко на грани Но лучше, чтобы стояло 512 И выше Чтобы у нас точно все работало хорошо И в зависимости, опять же, от возможностей Вашего конкретно компьютера Чтобы все, там ничего не глючило И все работало как надо Вот И здесь, если что, можно выбрать форматы Surround формата Здесь 7.1.2 стоит у нас То есть, если что, это все настраивается здесь Вот, для каждого проекта И причем вы можете работать с обычным стерео Как мы привыкли И уже потом сделать альтернативный микс для Dolby Atmos Просто уже постфактум Когда у вас микс готов Переключиться в Dolby Atmos И уже подредактировать панорамы В зависимости от вот этого нового Бинуруального формата, скажем так То есть, это Ну, для тех, кто задается вопросом А что делать теперь Если у нас такой формат, что там изначально сводить Можете изначально сводить под Dolby Atmos Но можете изначально свести классический стереомикс А потом его перекодировать, скажем так В Dolby Atmos и поиграться с вот этими возможностями панорамы Возможно, конечно, нужно будет что-то и на эквалайзерах Подправить и так далее И, кстати, в Surround формате Тоже такой небольшой ликбез Хотя, опять же, наверное, стоит потом упомянуть У нас, когда Так как у нас Surround форматы состоят Из множества каналов Не просто лево-право А там, как вы помните У нас есть центр, сабвуфер и так далее То у нас вот эти все плагины Которые запускаются Классические эквалайзеры, компрессоры Они у нас запускаются в Surround формате И здесь есть группы, которые мы можем настраивать То есть мы можем те или иные колонки группировать Сейчас у нас эквалайзер стоит общий На все элементы, кроме сабвуфера У сабвуфера своя группа То есть мы можем, грубо говоря, на сабвуфере Точно отрезать там высокие частоты Можем усилить низы, если мы хотим Чтобы больше низа было И так далее А вот все остальные колонки Которые сверху, снизу, сбоку Они у нас по умолчанию Вот видите, здесь, кстати, даже срез стоял По умолчанию они у нас общим эквалайзером обрабатываются Но вы можете здесь сделать, например Что левый и правый эквалайзером А обрабатываются А вот, например, вот эти вот колонки Я хочу, чтобы у меня эквалайзером Б обрабатывались И вот я их сейчас отправляю на эквалайзер Б И вот здесь у меня появилась новая группа эквалайзера То есть вот это у меня для левого и правого Это для других пар колонок Например, я могу здесь другую эквалайзацию сделать А это у меня для сабвуфера То есть, таким образом, помимо того, что у нас панорама меняется от колонки к колонке, я еще могу сделать такой, как спецэффект, что у меня в разных колонках один и тот же эффект звучит по-разному. То есть, у меня эквалайзер в передних колонках звучит более ярко, например, звук, а когда он долетает до соседних колонок, он уже более тусклый. Но, опять же, дальше уже художественная мысля может довести вас вообще в далекие дебри. Как это применять? Ну, просто имейте в виду, что вот здесь у нас есть группы для вот таких вот каналов, точнее, плагинов, как эквалайзеры, компрессоры и прочие эффекты. Но, также у нас появились и Surround форматы для определенных плагинов в Logic. Например, у нас есть Space Designer в режиме Surround, то есть, вот я могу выбрать здесь Space Designer в режиме 7.1.2. И вот у нас здесь появились новые функции, например, куда у нас будет идти революционный хвост. Причем у нас здесь, естественно, и сэмплы есть специальные. То есть, когда мы берем сэмплы, у нас есть Surround Spaces, я могу здесь брать какой-нибудь холл и брать, например, вот со значением плюс. Это говорит о том, что у меня вот этот импульс, он именно Surround формате, и у нас будут разные отклики идти в разные мониторы нашей вот этой системы. И, соответственно, вот Bottom Top, то есть, я могу выше-ниже сделать ревер, то есть, он может идти больше, например, или идти только в верхней колонке на потолке. Также могу вперед-назад, то есть, например, ревер может звучать только сзади, или только спереди, или и там, и там. То есть, как хотим. Также подаем ли мы его в центральный канал, который перед лицом слушателя находится, или не подаем. И хотим ли мы, чтобы у нас в сабвуфер шел какой-то ревер. То есть, все вот здесь можно настроить. То есть, прям переработанный интерфейс под специальный Surround формат. Довольно здорово. То же самое касается Delay Designer, и некоторые плагины также у нас работают. Например, Tremolo, тоже появился эффект Tremolo в Surround формате. Horus тоже в Surround формате. Ну, давайте Tremolo откроем, например, 7.1.2. И вот так это выглядит. То есть, у нас у каждого элемента, у каждого канала, точнее, нашей вот этой 7.1.2 системы, может быть свое Tremolo, может быть какое-то свое смещение. Это очень прикольно делать для каких-то, тут вот, симметрия. Кстати, здесь есть вариант рандома. Вот здесь можно фазу сдвигать. То есть, за счет фазы сдвига фазы у нас происходит разное воспроизведение в различных колонках. Ну, то есть, это работает как такой некий, вот можно новый рандом сделать, такое некое панорамирование дополнительное работает. То есть, у нас в разных каналах звук будет то появляться, то исчезать. То есть, это как громкость, но в разных каналах. И она со временем будет меняться. И получается, из-за вот этой рассинхрона у нас будет такое ощущение, что звук еще больше путешествует, то слева, то справа. То есть, с помощью таких функций можно много чего добиваться в surround формате. И вот в этом бинаральном прослушивании слышать непосредственно в своих наушниках все, что происходит. И контролировать. То есть, здесь у нас вот этот список показывает, куда у нас что идет, какие форматы вот именно в нашем вот этом формате прослушивания. И, соответственно, еще раз напомню, что можно этот формат поменять здесь на тот, который у вас студия, например, поддерживает. То есть, у вас студия поддерживает при 7.1.4, у вас есть все эти колонки. Вы всегда можете переключиться в этот режим. И в зависимости от настроек уже в preferences audio, слушать звук со всех вот этих ваших колонок. Вот. То есть, в принципе, с этим надо поэкспериментировать. Загружайте вот этот темплейт. И слушайте, и сами смотрите, как с этим всем взаимодействовать. Потому что сейчас с этим можно играться еще час, а то и больше. Как я уже сказал, я наверняка запишу какой-нибудь курс, посвященный именно работе с бинуральным аудио, с созданием вот этих вот новых мастеров, которые называются ADM. Давайте посмотрим, как их теперь можно экспортировать. То есть, вот такой вот Surround Mix после Atmos. Точнее, с Atmos у нас будет экспортироваться специальный файл, который называется Export Project as ADM BMF. То есть, это такая же вавка, только в нее вшиты все данные про вот эти 3D-объекты и про Surround-канал. То есть, по сути, чем больше у нас вот здесь будет в списке элементов, тем больше будет висеть файл. То есть, файл может весить там даже гигабайт, а то и 2 гигабайта, потому что в нем будут вшиты вот эта информация для Dolby Atmos. И именно такой файл может отдельно отправляться. Правда, я не знаю, какие дистрибьюторы сейчас уже поддерживают этот вариант для обычных пользователей, а какие не поддерживают. Но так или иначе, можно вот этот большой файл отправлять дистрибьютору. Он будет отправлять в Apple, а Apple будет на свою площадку Apple Music добавлять вот именно с пометкой Dolby Atmos. То есть, люди могут послушать ваш трек как в обычном стереоформате стандартном, так и если они включат у себя режим Dolby Atmos, например, на AirPods 3 или AirPods Max, то у них будет подгружаться с Apple Music именно вот этот файл, в котором вот эта вся информация вшита. И в зависимости от того, что вы здесь вот напрограммировали, вот здесь вот в этих всяких менюшках, будет также отображаться у вашего слушателя, который будет слушать через Apple Music. То есть, идея такая. Вы специально вот такой мастер-файл, ADM, будете экспортировать именно для вот этого special audio формата в Apple Music. То есть, прям специальный формат, который у нас непосредственно экспортируется с этого плагина. То есть, все, что поступает на этот плагин, отсюда же экспортируется в файл. То есть, так это работает. Теперь это интегрировано максимально в Logic. Это очень здорово. Теперь стало гораздо легче с этим работать. Не нужна специальная программа, не нужно специальное какое-то декодирование с помощью отдельной программы от Dolby Atmos и отдельных плагинов от Dolby Atmos, которые у нас раньше были доступны. Теперь все это интегрировано средствами Logic. Супер. Очень лично рад за это. Так что, имейте в виду, все вот эти плагины, такие как Level Matter, тоже прокачались под режим Surround, соответственно. Также, кстати, есть еще и плагин Gain, который у нас тоже стал мультиканальным. То есть, у нас есть Gain в режиме Multimono. Это если ставить его сюда, а если ставить его здесь, то у нас есть режим... Сейчас давайте найдем... Logic Utility. Вот, Multichannel Gain. Прям отдельный плагин, в котором у нас прям сразу мы можем редактировать все каналы. Здесь у нас какой-то канал зашкаливает. Мы смотрим, например, по мультиметру, что у нас, допустим... Ну, давайте включим какую-нибудь секцию еще раз. Ну, допустим, у меня есть ограничение в минус 12 децибел, и я хочу вот этот канал, левый-правый, сейчас прибрать. Я могу здесь прям отдельно левый-правый канал прибрать. Сейчас у нас метринг после Atmos не очень грамотно работает именно в связи с тем, что у нас включен бинуральный режим, и он конвертирует, по сути, весь этот сурраунд в левый и правый. Ну, это логично, потому что мы с вами сейчас слушаем на наушниках. Поэтому, если вы хотите увидеть вот этот левел-метринг в реальном времени, то нужно его ставить обязательно до Atmos, то есть там мы будем видеть все каналы. Ну и понятно, эти каналы все складываются в общее стеку, в общее стерео, и поэтому после левел-метр у нас немножко зашкаливает, потому что, по сути, здесь после Dolby Atmos вот это все у нас конвертируется в просто левый и правый канал. Ну, еще раз повторюсь, это абсолютно логично, потому что иначе мы бы сейчас не слышали половину звуков. Если я вот здесь переключусь из Atmos в бинурального в какую-нибудь ту же самую 7.1.4, то у нас просто часть звуков отключится, потому что мы будем слышать только то, что у нас звучит в левом и в правом канале. Ну, то есть слышно, что у нас громкость просела, и часть элементов в какой-то момент вообще перестает звучать, потому что они уходят из поля вот этих наших обычных левого и правого канала. Поэтому нужно включать бинурально, и этот плагин сам перенаправляет нужные каналы в нужный левый или правый канал, причем с определенными фазовыми искажениями, так, чтобы мы слышали вот этот псевдо-степт, сериоэффект, который называется бинуральный такой эффект. Ну что ж, здесь, я думаю, мы подведем итог этому обзору, потому что он уже получился у нас на час. Надеюсь, что вам было интересно. Еще раз повторюсь, поэкспериментировать со всеми этими фишками, про паттерны мы с вами поговорили, ну, конечно же, звездой этого обновления стал вот этот Dolby Atmos, и теперь вот это Special Audio стало более доступным для всех благодаря вот этому бинаруальному режиму, что мы теперь можем послушать и делать свои миксы вот в этом режиме и даже отправлять эти миксы в тот же самый Apple Music, чтобы делать альтернативные варианты своих песен, там, чисто, например, для этой площадки. То есть, очень здорово, мне самому это интересно, буду пробовать и какие-то у меня будут уже результаты, обязательно запишу какой-нибудь видеообзор или видеокурс на эту тему, потому что там есть свои тонкости по работе со Special Audio и по работе с Surround форматами и вот используя это панорамы, потому что, опять же, могут быть большие, ну, скажем так, очень может хотеться побольше навернуть вот этих всяких Special Effects, но не всегда это нужно, то есть, не забываем про то, что мы все-таки создаем музыку, она должна звучать в первую очередь хорошо и неважно какими фишками мы пользуемся и насколько прям много их используем, несмотря на все соблазны, вот, поэтому наша задача делать классный продукт и здорово, что благодаря Logic мы можем некоторые фишки теперь делать быстрее, проще и даже новые форматы, которые сейчас вводятся на потеху, скажем так, потребителя, мы можем с ними взаимодействовать гораздо быстрее и практичнее, поэтому лично от меня Logic и Apple компании большой респект, будем дальше разбираться, пишите в комментариях, какие у вас вопросы возникли по этому обновлению или может быть какие-то проблемы, не забывайте вступать в наш закрытый клуб по ссылке в описании к этому ролику, подключайтесь к Telegram чату там же по этой ссылке и будем обсуждать новый Logic, какие-то проблемы с ним связаны, напомню, что этот Logic конечно же обновляется только на Big Sur и дальше, то есть Monterrey, если вы еще не обновили свои операционные системы, то рекомендую обновиться, если вы хотите использовать все эти функции, ну а мы с вами будем привыкать к новому Logic, к новым функциям, работать в нем, обмениваться опытом, так что следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, обязательно жмите колокольчик и не пропускайте новые видео, новые обзоры, новости, мой видеоблог, в котором я делюсь с вами своим опытом, свои именно музыкальные деятельности, музыкальные карьеры, так что оставайтесь на связи, с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, всем пока!